Всем привет, мои дорогие! Сегодня я хотела бы поговорить с вами о парфюмах с нотой помады. В этом году мне очень полюбилась эта нота помадная в ароматах. Это стало для меня самым большим открытием. И я для себя определила, что, например, ирис, фиалка, роза, малина, иногда личи, малина, личи, персик и гелиотроп. Вот эти ноты отвечают за восприятие нами одного какого-либо аромата, как помадного. Давайте сразу с вами приступим. Это вот моя любовная любовь. Обожаю его. Реплика, по большому счету, обычный парфюм. Никакой он не особенный. Это Lipstick On. Парфюм, я не помню, какого он года, по-моему, 2014 или 2015. Сейчас уже снятость, к сожалению. Вот такой классный у него. Не знаю, будет вам видно на видео или нет. Какой-то красивый, как винный цвет оттенок. И для меня это идеальный просто баланс сладости, кремовости. Вот вы знаете, ощущение кремовости. Я не люблю, когда какой-либо аромат помадный, да, когда он такой только пудровый. Так как я разделяю, вот реально четко у меня разделение на помадный и пудровый ароматы. Очень часто происходит такая путаница. Могут сказать, например, какую-то бадуарность чувствуется или пудровость, и сразу относят их к помадному. Не могу. Вот, вы знаете, для меня именно почему-то это как что-то святое, помадный аромат. Мне необходимо, чтобы он был именно только кремовым. И самое вот, вот все, вот смотрите на его нанесла. Все. На мне помада. Я сразу чувствую, что да, это помадный аромат. Вот мне не хочется его долго распробовать, там как-то, вы знаете, разнашивать. Все это помадость. Этот парфюм здесь доминантная нота ириса, гелиотропа. И в базе есть такая сладость, очень мягкая, приятная сладость, такая ненавязчивая. Бобов тонкой ванили. Нет никаких смол, никаких каких-то, вы знаете, фруктовых нот. Он реально очень такой позитивный аромат, задорный, мега женственный. Я даже, вы знаете, для себя спросила саму себя, вот почему мне хочется вот именно сейчас помадных ароматов. И вы знаете, что для нас помада? Это ассоциация с женственностью, да, ассоциация с мамой. Может быть даже ассоциация с приятной, хорошей, радостной жизнью, которая сейчас, к сожалению, да, у очень многих она нарушена. А по большому счету, вот что, например, помада? Я представляю, что помада, для меня все всегда, вы знаете, как будто какая-то загадка и недоступность. Как будто как что-то, как дверь во взрослую жизнь. И в то же время я маленькая девочка, и мне уютно, да, дома. А у мамы помады, может быть, я открою сумочку и достану эту помаду, и как будто я сразу приобщаюсь к взрослой жизни, приобщаюсь к чему-то недоступному. То есть вот в помаде, для меня, да, в самом символе даже помады, помадный аромат как продолжение этого символа, заложена очень большая символика, да, очень-очень большие значения, очень много значений, много ассоциаций с помадой. Так что, в принципе, это очень интересно. И вот липстик, он, да, он очень кремовый. Мне нравится, что он не уходит в такую сухую пудровость, сильно не запудривается. Очень нравится его такая даже как будто влажность. Вот вы ощущаете, как будто это такая увлажняющая помада. Вот кремовость. Обожаю вот этот парфюм именно за его такой влажно-кремовую, сладко-гелиотропную, даже гелиотропную, также здесь заявлен, да, гелиотропную ирисовую помадность. Вот именно помадность, не пудровость, нет. Потому что пудровых у меня гораздо больше ароматов, помадных меньше. Так, давайте продолжаем наш поиск. Вот, по большому счёту, можно и остановиться. Всё. Видео закрыто, нет. Видео закончено, нет, нет. Давайте я вам всё равно расскажу, что я ещё нашла. Вот смотрите, какой огромный, да, набор. Смотрите, парфюм. Так как липстик, он это снятость. Но есть парфюм Джимми Чу, Айрис Краш. По большому счёту, они очень похожи между собой. Есть, конечно, отличия, так как Айрис Краш. Вот, по большому счёту, о помадности, да, также здесь заявлен и Айрис, по-моему, нероли, также в верхних нотах, и фрезия. То есть здесь нет такой гелиотропной сладости. Кстати, на фраградике не заявлено ни ваниль, ни бобы тонко, но он сладенький. Поэтому мне кажется, что они всё-таки кривят душой и не договаривают нам, что, мне кажется, должна быть здесь какая-то такая сладкая составляющая, которая даёт сладость или ваниль, или бобы тонко. Этот вот, например, липстик, он понасыщеннее, может быть, даже послаще. Вот в липстик, в Айрис Краш, в нём побольше, может быть, цветочности, да, за счёт фрезии, цветочности побольше, но это, вы знаете, такая вот минимальная, если сидеть и придираться, вот, смотреть, а что, а как, здесь, может быть, даже слегка вот пудровости побольше, то есть вот такая лёгкая пудровость появляется, цветочная пудровость, и свежесть цветочная, да, фрезия, она всегда такой даёт свежесть в ароматах, свежесть, может быть, даже слегка колкость, здесь нет колкости, он очень такой окутывающий, вальяжный, вы представляете, да, как будто на вас, может быть, какой-то даже золотое платье цвета, золотого цвета, у вас локоны, может быть, вы блондинка, даже не знаю, мне в чём представляется блондинка, локоны красиво уложены и красная помада, вы знаете, такой вот образ сразу 50-х годов, да, Голливуда, да, и вот именно киноискусство 50-х годов Голливуда, не помню, как назывался фильм, был с Ким Бессенджер, главной роли, надо будет вспомнить, я помню, вот этот её образ, вот он идеально меня отображает, этот парфюм, она, по-моему, там играла ещё тогда с своим мужем Алеком Волдуином, и они, именно её тот образ, я даже, может быть, если найду, потом подпишу под видео, как называется этот фильм, ну, просто кайф, вот эти два аромата, поэтому вот кто страдает, мои дорогие, по такой именно ирисовой, да, не фиалковой, вот нет, есть никакой фиалок, то есть это стопроцентные ирисово-сладкие помадные ароматы, когда вот кто скучает по липстикам, присмотритесь вот к этому Iris Crush, ну да, ну может быть, здесь вот слегка, здесь больше, кстати, воздуха, вот в липстикам, он больше такой вот, как дымка вокруг вас сидит, а вот в Iris Crush он всё-таки повоздушнее, побольше в нём, не знаю, так если представить сетку, да, вот она, она какая-то более такая широкая, да, а вот в липстикам она поуже. Отходим дальше, да, мои дорогие, конечно же, что у меня здесь стоит, мои дорогие, мои дорогие, помните, я снимала видео летом, это Traversetti Bosphore, наш любимый Бертрам Дешуфур и Артизан Парфюмер, давайте сейчас обновлю, для меня это здесь помадность в сочетании с гурманикой, то есть бывают помады такие вот, как вот Iris Crush и липстик он, они только помада, да, и такая именно ирисовая помада, не фиалковая, только помада и всё, никаких нет дополнений, а есть помада, уходящая в гурманику, и вот этот вот как раз парфюм, он именно такой для меня гурманский, здесь есть и ирис, есть замша, есть мед, ощущение рахат лукума присутствует для меня, и яркая помадность, вот именно кремовость, понимаете, есть опять ощущение кремовости в нём, кремовости очень яркого праздничного аромата, наверное, да, я бы сказала, праздничного. В то же время уникальность, так как Bertrand de Chauffeur, он всегда сделает для нас что-то уникальное. Так, будет у нас третий парфюм, это 1889 Estuart de Parfums, Moulin Rouge, мои дорогие, это Moulin Rouge, люблю его, не думала, вы знаете, я специально заказала себе, вы знаете, такой маленький флакончик, не думала, что он меня так очарует, но меня он очаровал, он, он также для меня именно ирисовый помадный аромат, именно помадный, здесь помада уже какая-то, вы знаете, такая не кремовая, а больше сухая, может быть, матовая помада, по оттенкам, вы знаете, я такой фрик, я также разделяю все парфюмы помадные, я сразу их наделяю цветом помады, да, какой бы, какой, какой цвет помады этот парфюм мог бы ассоциировать, вот эти два, да, ирис краш, они для меня такие вот именно, может быть, красного, алого, но не слишком яркого оттенка, Traversede Boss 4, он такой, несколько даже уходящий в алый, более, более яркий аромат, то есть, типа, приглушение яр, алый, а этот, может быть, красный, такой вот именно обращающий на себя внимание, также вот в этом парфюме, как я сказала, ирис в Малинружа, но здесь добавлены ноты сливы, сразу появляется вот эта кислинка от сливы в сочетании с ирисом и Артемизия, Артемизия дает всегда терпкость ароматом, может быть, такое ощущение горьковатое, и как классно это сочетается именно с такой помадностью ирисовой, то есть, в этом парфюме есть вот эта особенность, да, такая сливово-полынная кислинка, кисловатая терпкость появляется. Он совершенно не сладкий на мне, но он очень интересный, вы знаете, я проводила опрос среди своих знакомых, он, кстати, очень многим мужчинам понравился, и они хотят его сами использовать, представляете, то есть, вот он мужчинам нравится для себя. И вообще, вы знаете, так удивлена, что многим мужчинам нравятся помадные ароматы, даже для себя, им почему-то уютно, комфортно, наверное, потому что они тоже были такими же детьми, да, как мы были с вами девочками, они были мальчиками, мужчины, и они также помнят, как их мама, да, красила губы, собиралась куда-то на праздник, и все было хорошо дома, и приятно, такое, вы знаете, как путешествие назад, да, во времени, в свое детство. Терпковатый, терпковатый и более сухой, то есть, вот, не буду повторяться, здесь меньше кремовости, вот в этом аромате, но все это об ирисе. И вот именно для меня, вот, все-таки, ирис, он, я ему отдаю предпочтение именно в передаче помадных ароматов. Давайте посмотрим, что он, ну, пусть будет липстик. Роуз. У нас такое сегодня с вами видео, именно праздник для людей, которые любят помаду. По большому счету, я нашла многие, почти все, да, ароматы, которые я хотела, еще у меня парочку осталось, попробовать когда-нибудь затестить, и все, я отстрелялась, да, как говорят. Все, о чем здесь липстик-кроуз? Вы знаете, для меня здесь вот так, стопроцентное ощущение помады, для меня здесь портит, не побоюсь этого слова, фиалка. Я могу представить, что есть люди, которым именно нравится такое фиалковое прочтение помады, но для меня сразу фиалка, вот именно в этом, в таком тандеме, да, здесь и есть и роза, и фиалка, по-моему, малина также сильно чувствуется здесь, малина, бергамот кислинку дает, амбра, но вот этот парфюм, он все-таки за счет своего вот этого добавления фиалки, он, вы знаете, уходит все-таки для меня более в пудровость, для меня это такая фиалковая пудровость. Да, ощущается, может быть, вы знаете, я не могу сказать 100%, что нет, это только пудровый аромат, ничего помадного здесь нет, он такой играющий и очень игривый, то есть он и фиалково-пудровый покажет себя, да, затем слегка выходит помада, но также более матовая, я бы сказала, нет такой кремовости, да, вот такой вот жирненькой помады, которая скользит по губам, она более как-то спокойно наносится, именно как матовая помада, и ощущение здесь именно малинового цвета, вы знаете, вот цвет фуксии может быть, именно розовая, розовая, малиновая какая-то помада, но вот именно с большим налетом фиалки, да, фиалка, фиалка она все равно по-другому звучит, в ней нет столько кремовости, да, вот как в ирисовых ароматах, хотя ирисовые они бывают так слишком, очень сухими, но именно конкретно эти оказались кремовыми. Так, следующее, что у нас будет, давайте посмотрим, пусть вот это будет вот этот аромат, это Narcisse Eau de Parfum, я так понимаю, что сейчас его уже нет нигде, что это снятость, он для меня, он относится к группе мускусно-цветочно-древесной, парфюмер здесь Орельен Гешар, который сейчас свою линейку запустил, кстати, скажите мне, какие у вас фавориты в новой линейке Орельена Гешара, Матер Премьер, вот здесь чувствую помаду, на удивление, я не помню, какие здесь ноты заявлены, я помню, что здесь есть Гордыня, роза должна быть, но настолько он, он вот уходящий более в кремовость, да, в кремовость, именно не помадную кремовость, а крем как уход, крем для ухода за телом. Давайте с вами посмотрим ноты быстренько, если я сейчас найду. Так, что у нас здесь покажет по нотам? Так, Нарсисо, вот он сразу, выходит белый кубик, да? Ну да, здесь Гордыня, белая роза и мускус, то есть вот мускус, мускус и роза, наверное. В принципе, Гордыня оттагра бывает очень крем, я люблю очень Гордыню, обожаю. Напишите мне свои ваши любимые Гордынивые ароматы, ноты Гордыня. Ну, вот чувствую я здесь помаду, мои дорогие, нет здесь вот этой сухой пудры, да, хотя я люблю некоторые пудровые ароматы очень сильно, но нет здесь пудры, которая всегда портит восприятие нами одного аромата, как помадного. Он очень интимный, такое ощущение, вот он очень, в принципе, парфюм, я бы сказала, что он даже какой-то эротичный, он ощущение, как будто вы воспринимаете сразу, вот как будто видите, может быть, наготу, да, женщины. Очень интимный, когда вам, я не знаю, вам хочется, да, поцеловать, я сейчас, наверное, переношусь больше в мужчину, вот когда вам хочется поцеловать вашу любимую женщину, он очень такой, очень женственный, слегка пудры, но в то же время появляется опять кремовая уход, такой, знаете, то есть вот крем, как уход за телом, и сразу же, наверное, через эту кремовость по уходу за телом появляются такие помадные нотки, именно помады, да, которым мы красим губы. Ой, классный, вот он мне очень нравится, вот, наверное, мускус здесь очень, тот, который мне приятен. Так, давайте сразу пойдем дальше, еще много, много-много всего, и это наш свет-мурфин, вы уже видите, да, его, наверное, издалека, экс-нихило. Что я вам могу сказать? Экс-ниило, экс-ниило, экс-нихило, нехило, классно, они придумали свое название, да, творческие, креативные люди. Помадный, да, он для меня помадный, многие говорят, какой-то противный аромат, вот, слишком ретро, для меня он, да, очень, сразу вам скажу, похож он для меня очень сильно на рижскую сирень, но я ее обожала, я ее всегда обожала рижскую сирень, даже вот этот маленький флакончик, который был недавно, да, переездом, как недавно, может быть, лет 7 назад, также я его очень любила, любила. О чем здесь история? Он очень интересный, то есть здесь ирисовая помада для меня, пусть, да, ощущение бадуарности есть, но такое интересное прочтение, когда ирис в сочетании с мимозой и сиренью, сирень она очень часто дает такое настроение более ретровое, не могу сказать, вы знаете, вот я очень люблю сирень, но я не могу сказать, что я нашла для себя один аромат, который вот, я хотела бы с нотой сирень, которую я хотела носить всегда, да, на протяжении всего года, она для меня такая неоднозначная нота, нота сиренья. Напишите, кстати, как вы относитесь к ноте сирени, да, в парфюмах, какие ваши фавориты. Здесь есть помадность, да, и ощущение, может быть, именно по цвету, может быть, реально она такая вот помада, как вот этот флакончик. Он для меня это просто позитив, а в флаконе, может быть, да, слегка есть ретро-налет, но также, как кто знает парфюм с нотой сирени, да, и также Рижскую сирень, вы можете понять, да, о чем я говорю, что да, нота сиренья, она такая, скажем, несовременная нота, она не дает такое современное звучание, но мне он очень приятен, то есть, меня он не напрягает, хотелось бы стойкости побольше, но мне он очень, кстати, может быть, часа два-три и все, я его перестаю на себе ощущать. Если я вам уже говорила об вот этом аромате, смотрите, Lipstick Rose, также его очень часто сравнивают с Drolte Rose, артизан-парфюмер, здесь парфюмер Оливия Джакобетти. Это больше, вы знаете, такая, все говорят, что это более легкая вариация на тему, как Lipstick Rose, но вы знаете, для меня я не могу сказать, что они супер похожи, да, есть похожесть, но все же Drolte Rose, он для меня, может быть, о помаде процентов на 30, он для меня все-таки более о пудровости и о женской интимности, именно вот ощущение, как будто, когда мы, вот представьте, знаете, что, представьте, смотрите, светит солнце, вы подносите руку к окну, и вот этот солнечный свет светит на вашу руку, и можно увидеть этот легкий пушок, да, вот это, может быть, если вы присмотритесь вот на руке, вот этот пушок, который, я не знаю, как вот волосики растут, да, на коже, вот ощущение, такие светленькие, ощущение такой очень близкой, натуральной какой-то интимности, и может быть слегка вот эта рука, она слегка припудрена, вот что-то такое для меня этот Drolte Rose, в нем очень чувствуется отчетливо, зеленая нота, вы знаете, такая несколько пряная, и, по-моему, здесь есть анис заявлен, помимо розочки, да, и фиалки, здесь есть анис, он все-таки тоже для меня уходит больше в фиалковость, но она не такая сильная фиалковость, как в липстик ромс. Следующий парфюм, мои дорогие, давайте я вам покажу вот этот мой очень любимый парфюм, это Корон Пуа Пуа до Сантерф, Тушистый горошек, обожаю, вот это для меня помадность, просто вот в кубе, но она такая помадность, помадность также слегка ретро, может быть, она сама по себе, эта нота помады, она может вызывать ретро-ощущение, но, например, липстикол и Iris Crush, они вообще ни в коем случае не ретровые, в них нет никакого ретро-налета, на мой вкус. Так, и давайте посмотрим, как он сейчас на мне раскроется. Здесь это для меня просто, знаете, вот идеальный помадный аромат, очень такой влажный, в нем есть терпкость, может быть, и ланга, и ланга, по-моему, раньше, вот раньше, когда это до переформулировки, это у меня уже новый флакончик, по-моему, все же в Пуа Ду Сантер был и ланг, и ланг, помимо розы. Вот на первых нотах, там здесь есть и терпкость, и такая тягучесть, и ланг, и ланг, и роза, и вообще я ощущаю здесь еще ладан, вот вы знаете, как будто такая есть расслабленность, он очень расслабляет этот аромат, успокаивает, расслабляет, как будто вот ваша мама, ну пусть я скажу мама, да, вот для кого-то это тетя ваша, для кого-то бабушка, вот как будто она у вас вечером, вы маленькая, ложитесь спать, и она подходит, вас обнимает, целует и желает вам приятных снов, и вы чувствуете вот это объятие на себе, и вы понимаете, что у вас все будет хорошо. Просто для меня это гениальный аромат, вы знаете, вот просто реально гениальный. Да, я люблю липстик он, я не могу его назвать, вот понимаете, шедевром. Для меня он гениальный тем, что мне в нем просто хорошо, и я считаю, что это просто кайфовый для меня аромат. А этот, этот парфюм гениальный. Я знаю, что он может понравиться далеко не всем, он, вы знаете, по первости можно подумать, вот когда вы его на себя наносите, он уходит в сторону, может быть, на эму слегка, герлер, в сторону даже шамад своей такой терпкостью, тягучестью. Я просто вот с этим парфюмом я зависаю, мои дорогие. Вот если, если давать цвет, какой здесь цвет? Это также алый, красивый, насыщенный цвет, наверное, так же, как в лепстиковом у меня здесь. Так, что у нас будет следующее? Видите, как много ароматов, надеюсь, что вам не будет скучно. Это Инкарнато Анатолье Бретон. Кто знаком с этим ароматом, напишите мне ваше мнение. Здесь есть и роза, и фиалка, и ирис. Давайте я сейчас посмотрю еще раз ноты. Кстати, в верхних нотах здесь заявлен рододендрон. Вот этот парфюм, он для меня оказался, не могу сказать, что на 100% моим ароматом я еще буду думать, передарить ли его, продать ли его, что мне с ним делать, потому что для меня это все уже, знаете, такое, вот когда я его только наношу на себя, у меня ощущение появляется вот этих жучков, зеленых жучков, на малине, которые сидят, жучки-вонючки. Вот похоже, понимаете, такое ощущение. А также он очень, здесь есть пудровые ноты. Пудровость также ощущается, но он помадный. Он для меня не пудровый, он все же помадный. Помадный, да, и он очень такого малинового цвета. Вот представьте малину, и вообще здесь ощущение есть малины. Может быть, поэтому вот эти жуки-вонючки, я не знаю. Он супер необычный какой-то, вы знаете, например, как и в Траверседе Босфор, он чувствуется, что он не просто обычный аромат по помаде, вот в нем есть какая-то изюминка. И в Инкарнато, в нем также есть изюминка. В нем у меня два момента, вы знаете, вначале вот чувствуют этих жучков и зеленых, малиновых. Затем это все быстро уходит, вот практически сейчас и все, их уже не осталось. Остается очень приятный аромат помады, такой малиновой, может быть, сатинового даже, и не она, и не увлажняющая помада, и не матовое ощущение именно малины, малинового оттенка помады. И в конце здесь добавляется мира, то есть он супер стойкий, вот этот аромат, мои дорогие, он очень стойкий, инкарнато, и он очень, вот на мне мира, бывает, что она горчит, не всегда, но бывает горчит. И вот если я сейчас в холодное время года, отлично, а летом он для меня все-таки, вот эта мира, она меня задавила, немножечко горечи, начала на мне горчить. Так, что у нас будет следующая, пусть у нас будет вот этот аромат, это Love and Black Creed, помните, я его, кстати, не включила тогда вот в свое видео о парфюмах с нотой, о парфюмах с Creed, вот, а сейчас он здесь у меня, я его вам покажу именно в этом видео с парфюмом с нотой помады. Для меня о чем здесь, вот просто налегатнейший фиалковый аромат, вот эту вот здесь фиалку я люблю, мои дорогие, эту фиалку я люблю, здесь он очень, вы знаете, странный аромат, он может на каком-то и не раскрыться, здесь есть такое ощущение вспотевшего слегка тела, но который не воняет, да, вот именно просто, вот есть ощущение какое-то испаренное, не знаю, что здесь, какая нота может так играть, я представляю фиалковость, представляю опять интимность, он очень будоражащий, вот вы знаете, на мой вкус он будоражащий и очень, я бы сказала, он сексуальный, да, он такой очень вызывает, вот будет чувственность, интересный аромат, он гораздо тише, кстати, чем love and white, но love and white он конечно не о помадности, да, здесь вот здесь чувствую помадность, это наверное, может быть первый аромат, именно который здесь фиалка превалирует, да, и я его ощущаю как именно помадный аромат, классный, так, что у нас следующий, вот смотрите, следующий у меня здесь парфюм притаился, это парфюм Tainted Love Prada из эксклюзивной линейки, так, давайте его нанесем, вы знаете, этот парфюм, это парфюм такое изыскание, он для меня, я, наверное, оказался самым сложным, вот смотрите, даже у него такой пакетик, вот именно, как идет пыльник, да, с ним, все такое, вы знаете, очень хорошо стилизовано, как будто помада, да, такие губки, класс, что я вам могу сказать, здесь есть и роза, и фиалка, в базе заявлено корень ириса, и также здесь очень много груши, вот в верхних нотах здесь чувствуется фруктовость, то есть он в какой-то ходит, сейчас я вам обрешу свое ощущение, вот смотрите, такое ощущение, как будто отломилась от помады, частичка помада, 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 кстати, вот такого же цвета, насыщенного фуксии, наверное, даже розовая, как и в липстик-роуз, как вот в инкарнато, насыщенная розовая помада, наверное, вот такая вот, да, мои дорогие, вот, я не знаю, какое сейчас освещение, наверное, будет не очень хорошее, вот такого розового оттенка, вот эта помада, она упала в стакан с водой, и кто-то взял и ее раздавил, да, и вот такое ощущение создается, как будто какой-то косметической воды, с такой отдушкой помады, и рядом, да, и рядом лежат груши, такие именно терпкие груши, вы знаете, здесь также есть ощущение пудровости, нет вот этой помады здесь, вот для меня нет помады влажной, да, вот этой влажности, жирности помады, наводная какая-то, понимаете, такое ощущение, как будто помада состоит из воды, ощущение водянистости присутствует, ощущение чего-то, я даже читала на программе, ощущение чего-то промышленного, ну вот он также чувствуется аромат не стопроцентного создания аромата помады, а скорее какое-то изыскание, да, скорее какой-то, какая-то попытка создать что-то необычное на тему помады, так же вот как и инкарната, и какой же еще у меня был аромат, вот именно в эту группу я могла бы отнести именно как поиск чего-то интересного, да, необычного, пока я сейчас не нахожу, что я хотела сказать, давайте с вами посмотрим вот этот парфюм, смотрите, это FATE AMOIGE, здесь есть ощущение помадности для меня, вот через, наверное, восковость, я не знаю почему, здесь, конечно, много специй, но я реально его ощущаю, FATE, что в нем есть, присутствует помада, но как будто она, вы знаете, какая, она может быть суховатая, вот за счет, наверное, лада, но все-таки специи дают ощущение больше сухости, но здесь для меня именно помадность, такая, наверное, больше матовая помада, вот как будто времен 40-х годов, я не знаю почему, может быть даже 30-х, как будто такая ретро помада, и он, вот этот парфюм, он отлично показывает свою помадность именно в жару, я была удивлена, когда я, помните, я его вместе открывала с вами, распаковка у меня было видео, кому интересно, можете посмотреть, вы знаете, я была просто ошарашена, в прямом смысле слова, я его на себя нанесла, я была ошарашена тем, откуда от меня вот именно в такую жару исходит приятный аромат помады, такой какой-то восковый помад, вот здесь ощущается восковость, может быть восковость, она, кстати, также, не знаю, какие ноты дают восковость, но, может быть, восковость, она также отвечает за восприятие нами одного аромата, как помадного, и за омаж, также хочу сказать, что в лирик, в женском, в женском лирике тоже чувствую там помадность, но там, наверное, за счет вот этих нот сандала и ланг-и-ланга и розы. Вот эта связка, она может давать помадность. Так, затем, что у нас будет следующее? Пусть будет следующее, конечно, это же будет миссия Шанель. Я его обожаю, мои дорогие, просто обожаю. Также этот парфюм, он скорее для меня... Хотела сказать фиалковый, но он, наверное, 50 на 50 фиалково-ирисовый. Но именно где фиалка также пусть превалирует, но она мне не портит восприятие аромата как помадного, да? Обожаю, обожаю этот парфюм 2015 года. Оливье Польш парфюмер. Здесь заявлена, по-моему, кожа замша. Вот для меня здесь я отчетливо ощущаю, помимо фиалки, ирисов, альдегиды. Я знаю, здесь альдегиды есть в верхних нотах. Это для меня все же такой фиалково-кожаный аромат. Также в нем есть ощущение слегка такое вот испаренное. Может быть, как бы тело слегка вспотело. Может быть, когда... Не знаю, вы чувствуете, да? Как будто такое, может быть, при объятии человека. Вот чувствуете такую легкую испарину. Она есть, кстати, вот в этом парфюме, в Love and Black, и здесь, да, в Миссии. И вот они для меня оказались очень такими интимными, очень носибельными именно каждый день. И Миссия просто сказка для меня. Я его так люблю. Это, наверное, вот из всех этих ароматов, ну, помимо вот Траверселли Босфор, еще второй аромат, в котором есть, да, ноты замша в сочетании с фиалкой, да, и ирисом, дает такое ощущение классной помадности. Здесь такая также не жирненькая помада, она более сухая. Фиалка все-таки вот эту сухость придает. Очень красивый. Так, следующее у нас, что будет? Это парфюм, смотрите. Шапан империальный, ирис Малека. Он вышел не так давно, по-моему, в этом году. Новинка этого года. Здесь ирис, также очень помадный. Он напоминает мне липстико. Он также мне, он напоминает парфюм Velvet Orchid, Льветовая Орхидея, Томфорд. Но здесь больше ягодности, то есть ягод, таких лесных ягод. И в базе, кто не любит бальзамы, я не помню, какой бальзам, то ли перуанский, по-моему, перуанский бальзам здесь заявлен. Все-таки бальзамичность чувствуется. Бальзамные ноты появляются. А так, в принципе, приятный, такой именно люксовый аромат, вот на каждый день, кому нравится парфюма поярче. Вот кто любит Эльветовую Орхидею, и, в принципе, вот этот парфюм вам нравится. Он может понравиться. Я не могу сказать, что он мой самый любимый, но, в принципе, для, чтобы, знаете, с чем-то другим пользоваться, не только лепстикон, он, в принципе, неплох. Вот так. Так, что у нас будет следующее? Следующее. Дорогие, скоро мы уже закончим. Следующее, это Ирис Торефе Герлен из-за ботиковой линейки Хлорель Ла Матье. Так. Очень интересный аромат. Когда он только появился, я вообще его не оценила, я не поняла, он для меня просто, я его не слышала по сравнению с другими ароматами, которые я тестила в Герлен. А этот, сейчас задача найти место, да, где еще ничего нет. В нем есть вот эта терпкость, это Ирисовый, прежде всего, здесь вообще фиалок никаких нет, ну, так он и заявлен, да, Ирис. Фиалок никаких нет. Да, он Ирисовый, конечно, сразу у меня любовь больше, сильнее проявляется, да, Ирисовым ароматом. Хотя, вы знаете, я люблю фиалку, но вот именно не в прочтении ее помады, то есть для меня это такой спорный вариант. Так, и что у нас появляется здесь? Ирис в сочетании с кардамоном, кофейные зерна, такая терпкость чая. Я его показывала в видео о моих осенних парфюмах, сейчас пользуюсь с большим удовольствием им. Он очень, с одной стороны, вы знаете, он такой бодрящий, с другой стороны, очень уютный. Помадность в нем в сочетании с такой терпкостью кофейных зерен и терпкостью чая. Даже присутствует какое-то ощущение замшевости. Такое, что-то благородное появляется, мои дорогие. Вы знаете, что-то реально да, очень благородное. Ну, вот для меня, вы знаете, такой очень интересный парфюм. Он для меня и какой-то он и не стопроцентно женский, и не стопроцентно мужской. Он очень такой вариабельный, очень стойкий. Вот, наверное, один из самых стойких из всей вот этой ботиковой линейки. Один из самых стойких на мне. И красивая для меня здесь помадность. Также не стопроцентно, вот знаете, обычная помадность. Все-таки такая терпкость уже появляется, да? Суховатая, но не влажная помадность. Именно суховатая. Вот, наверное, за счет кардамона. И интересный момент здесь для меня. Вот, кстати, помада именно такого цвета называется старой розой, или увядшей розой, да? Лепестки увядшей розой. Вот такой цвет есть для меня помада. Может быть, слегка переходящий даже в коричневатую помаду. Видите? Даже коричневая помада. Коричневатая, да? И уже чувствуется уже разница. Как они звучат, эти парфюмы. Что у нас будет следующее? Следующее. Смотрите, следующий, мои дорогие. Еще есть вот такой парфюм интересный. Это Ода Супир. Лоран Мадзона парфюм. Парфюмер здесь Монодиорио. Это супер, необычный аромат. Сейчас я его сюда попробую нанести. Здесь, вы знаете, для меня ощущение, как будто пахнет куклой. Таких резиновые куклы были. Пупсы какие-то. Вот, не знаю, пупка, пахнет, как будто такими пупсами. Что-то удивительное. Сейчас хочу просто быстренько посмотреть ноты, какие доявлены здесь в Ода Супир. Розочку чувствую. Посмотрим, есть ли здесь фиалка. Кто вы с ним знакомы? Знакомы ли, кстати, вы с этим парфюмом? Мне будет интересно. Так, что у нас здесь по нотам? Гиацинт, роза, бояршник. То есть, гиацинт, вот эта терпкость дает гиацинт. Пион, водяная лилия и гелиотроп. Вот, гелиотроп, значит, здесь гелиотроп и роза за помадность отвечают. Он супер, необычный этот аромат. Такой игривый и очень какой-то детский. Кто с ним знаком, напишите мне, мне будет интересно. Он также вот необычный, да, необычное прочтение помады. Такой же вот, я бы его отнесла сюда таким как к экспериментальным ароматам о помаде, как Тетит Лав, Инкарнато и Ода Супир. Также у меня есть парфюм. Смотрите, сейчас я вам покажу. Где он у меня? Вот он. Это Роуз, Роуз Шери. Также из ботиковой линейки Герлин. Это просто мой любимый аромат. Я его обожаю. Здесь такая очень веселая, игривая, не знаю, какая, такая нежно-розового цвета помада. Именно ноты здесь. Но вот, кстати, это первый парфюм, где нет ноты ириса, где нет ноты ириса. Роза здесь фиалка. Роза фиалка, по-моему, гелиотроп здесь есть и мускус. Так, моя дорогая, давай. Это просто флирт во флаконе. Понимаете, это флирт во флаконе, такое очень легкое, игривое настроение и очень молодое. Вот вы знаете, он дает ощущение молодости, этот аромат. Кто еще не знает Роуз Шери, присмотритесь к нему. Также его называют, что он очень, что он последователь вот этого парфюма Френч Кис. Так, посмотрим. Френч Кис Герлен. Здесь заявлено, помимо розы, здесь, конечно же, есть малина и личи. Здесь больше фруктовости и ягодности. Он более яркий. Он более яркий и в нем ощущается больше, вы знаете, даже ощущение, ощущается ощущение, в нем есть больше ощущение этих конфеток, бон пари с привкусом, со вкусом вишни. То есть, нет, вишни не заявлено, но я ощущаю здесь вишню. И вот именно за счет, наверное, такой приятной розочки в сочетании с фиалкой появляется ощущение помадности, но именно такой вот, может быть, здесь она такая нежно-розовая и гривая, а здесь помадность, она все же более и такая яркая, насыщенная, может быть, даже больше кремовости появляется за счет фруктовых нот. Вот такое интересное сравнение. Также у меня есть, мои дорогие, еще вот, смотрите, неоткрытый флакон, но ружер мес, и у меня еще отливант. Я хочу сначала отливант закончить, посмотреть, о чем этот аромат до конца, да, посмотреть, нужно ли он мне или нет. Он мне понравился, почему я его приобрела, он мне понравился летом. Это неимоверное ощущение было женственности, вот, на мне, помню, была белая блузка, волосы забраны, была такая жара на улице, у меня была яркая помада, и вот этот аромат, он просто мне вскружил голову. Я думала, почему я его всегда обходила стороной. Здесь роза в сочетании с иланг-илангом, также есть мирт и специи, заявленные в базе, то есть древесность появляется. Парфюмер здесь японка по происхождению. Вы знаете, я угадываю в нем настроение парфюмов кейко, мишери, мечери, все по-разному произносят, вы меня поняли. Я почему-то произношу кейко, мишери, а может быть мишери правильно. Напишите мне, кто знает, как правильно. Есть ощущение интимности и в то же время яркого заявления о себе одновременно. Вот то есть не кричащая о себе по-фюм, но его просто невозможно не заметить. В нем помада на грани помадность такая, она матовая помада, сухая, нет никакой кремовости, влажности. И вот эта помада на грани вот к таким сильно пудровым ароматам. Но он не только пудровый, есть там помадность, я ее угадала в нем. Он кстати, вот такой в нем есть и винтажность, я угадываю в нем винтажные ощущения, как будто вы сразу переноситесь может быть куда-то на 70 лет назад. Очень характерный аромат, очень стойкий и именно такая сухая помада. Также у меня мои дорогие, смотрите, есть еще два парфюма, они по большому счету больше гурманские, больше гурманик уходящий, но для меня они так чувствуют здесь ощущение помадности. Это парфейт роз ланком, о чем он, мои дорогие, о розе, ликерной розе, ликерной красивейшей розе, парфюмер здесь Натали Лорсен, я помню такая вот десертная ликер, ликер здесь добавлен к розочкам, это ощущение десертного вина, ощущение как будто варят варенье где-то из лепестков роз, насколько он приятный, он очень стойкий, здесь ощущение помадности вот именно только роза за нее отвечает, то есть здесь нет ни ирисов, ни фиалок, а есть ощущение помадности косметики, бодуара, вот такой он супер женственный, очень яркий, позитивный, скорее даже в гурманнику уходящий и все равно чувствуется помада и также с ним еще сравнивают роз до мальфа тамфорд, также для меня очень такой улыбающийся, какой-то девический, здесь помимо роз, по-моему, заявлено здесь гелиотроп, миндальность, ощущаю здесь такую легкую слегка, может быть слегка, миндальность, ой, как он меня, помню, поразил этот аромат, пока я его не приобрела, вот, наверное, у меня уже тогда начиналось такое желание на помадные ароматы для себя открыть, и я пока его не приобрела, не успокоилась, здесь также очень, вы знаете, вот можно представить, что роз до мальфи, это такая версия Порфейду Роуз, но только более разбавленная, да, и нет здесь столько много гурманики, такой насыщенный, насыщенного ощущения, варенья из лепестков роз, какое, какое есть в Порфейду Роуз, да, то есть полегче, полегче, какой-то может быть десерт такой на тему миндаля, да, десерт на тему миндаля, так, и остается у меня не очень много парфюма, смотрите, это еще у меня Рожа Порфюм Амба Ут, здесь, конечно же, да, роза, в сочетании, по-моему, здесь даже есть инжир, роза в сочетании инжиром и амбра, и естественно Ут, классный аромат, никогда бы не подумал, что здесь есть ощущение помадности, но она здесь есть, здесь есть помада, сейчас его обновлю, этот вот парфюм, он просто какой-то очень обнимающий, очень обнимающий, такой шепчущий, очень такое поднимающее настроение, но в нем, в нем, вы знаете, нет такого ощущения вот бадуара, да, или интимности женской, какой есть вот в липстик-он, в нем все-таки это уже вот объятие, понимаете, уже такое вот что-то, не знаю, это уже действие какое-то, да, это вот не намек, это уже действие, но в конце, то есть он для меня не на всем протяжении помадность, мне он нравится, что вначале, да, он для меня помадный, за счет этой розы, наверное, как она здесь обыграна амброй, но затем он все-таки переходит вот этот дым, дым я на себе не всегда люблю, поэтому не могу, например, им пользоваться так вот сразу, да, у меня рука к нему не тянется, так как как липстик-он, если я хочу помаду, так, следующий, и еще, смотрите, дорогие, у меня остается два парфюма, которые совершенно гурманские, но я ощущаю их как помадные, то есть вот чувствую помадность у них, это гурман Кокан, Герлен, шикарнейшая гурманика, просто ее обожаю, и Соризо парфюмом рома, также ощущаю здесь помаду, не знаю почему, может по ощущению тепла, они такие, парфюм в принципе о шоколаде, да, о темном шоколаде, оба, также в Герлен Гурман Кокан заявлен здесь чай, нота чая, такой чай, именно вот как в, я бы сказала больше как чай на двоих, артизану, артизан-парфюмеровский, да, чай на двоих, вот такого плана чай, а здесь, да, ну есть ощущение шоколада, но он меня относит, наверное, по ощущению тепла, вот к ощущению помадности, и два аромата, мои дорогие, которые я хотела, да, обязательно с ними познакомиться, сейчас я вам покажу, это Ламон, нашла у своей знакомой, она говорит, ну пожалуйста, посмотри, да, понравится тебе он или нет, тоже просто многие говорят, что он также об адуарности, это Бальме, Бальма, Ламон, так, здесь очень тоже необычный парфюм, здесь такую ведущую роль играет персик, он был посвящен Эдит Пиаф, сейчас мы посмотрим с вами какие здесь у нас ноты в Ламон, что у нас здесь, он Амбровый, здесь Мира, вот понимаете, здесь опять есть Мира, и Мира для меня здесь оказалась сложновато, но также есть Малина, здесь Фиалка, Ирис в базовых нотах, но мне кажется, здесь все-таки он больше о Фиалке, да, Розе и Малине, он необычный, супер необычное прочтение, очень красив, персик, есть ли персик, вот даже не заявлен в нотах персик, я ощущаю здесь персик, очень такой фруктовый, какая-то фруктовая помада, по ощущению вот она даже такого, да, цвета, вот какая, морковная, да, вот морковная, вот кстати, это морковная помада, мне не хватает опять здесь ириса для меня здесь до роза не хватает ириса и вот этот мир ощущение мир опять она у меня здесь горчит так еще один аромат быстренько уже показать этот парфюм у нас tom ford violet blond кто с ним знаком напишите мне как он вам нравится ли он вам не очень этот все же больше для меня такая пудровость слегка уходящая в помадность но может быть для меня он все равно более пудровый аромат пудрово даже пудровый может быть такой собирательная вы знаете понятие о косметике скорее вот помадка аромат косметики такая замшевая фиалочка посмотрим какие здесь ноты velvet blond я по-моему я думаю что он уже снят из да ему по-моему уже нигде нет velvet blond где-то есть мой дорогой там ford я сейчас дождь за окном вливает так что у нас здесь заявлено лист фиалки ирис корень ириса жасмин замша пензоин то есть и есть ирис и жасмин есть но не знаю для меня какая же нота здесь то ли это мандарин то ли розовый перец то ли этот лист фиалки который становится такой вы знаете горчит иногда но он мне не дает ощущение помадности вот и иногда проскальзывает но вот в общем не могу сказать что он для меня помада напишите мне вот кстати ваши ощущения он для меня просто аромат такой какой-то может быть замшевой сумочки женщины вот в ней мы можем с вами копаться да и там найдем разную косметику помады да но все это как тут знаете так отдаленно это не сто процентов сразу наносите ощущение помады вот так мои дорогие пишите мне ваши любимые парфюмы с нотой помады именно помада мне будет очень интересно может быть откроет у себя что-то новое на сегодня все всего вам самого хорошего и до скорых встреч